Всем привет! Меня зовут Вова. В этом видео я вам расскажу о моём поступлении, расскажу о экзаменах, которые я сдавал, как я выбирал университет, как я сдавал творческие конкурсы, которые сделаны для поступления в высшее заведение. Почему я выбрал именно этот университет? Начать хочу с того, что, возможно, ты первый раз смотришь мои видео и не знаешь, что здесь происходит. Я житель Украины, живу в Киеве. То есть у меня нет ЕГЭ, я сдаю ЗНО, а на русском это ВНО, внешнее независимое оценивание. Это то же самое, что и ЕГЭ в России, только на Украине это называется ВНО. Это обязательный экзамен, который пригодится тебе при поступлении в высшее заведение. Ну что, давайте начнём с самого начала. После 9 класса я решил пойти в 10 и 11 класс, чтобы получить полное среднее образование. В 11 классе вместе со всеми одноклассниками я подал документы на ЗНО. В этом году обязательный экзамен это украинский язык и литература. Этот экзамен обязаны сдать все 11 классники для того, чтобы получить сертификат о завершении школ. А вообще можно выбрать 4 предмета, которые ты сдашь в ЗНО, которые тебе пригодятся для поступления. Чтобы узнать, какие предметы нужны именно тебе, за пару недель до подачи документов на ЗНО, походи по сайтам, именно по сайтам высших заведений и выбери университеты, колледжи, институты, куда ты хочешь поступать, то есть по твоей специальности, кем ты хочешь стать. Выбирай специальность, по которой ты хочешь учиться, и там будет написано, какие обязательные экзамены тебе нужны для поступления. Именно их ты и пиши в ЗНО, то есть сдавай экзамен именно по вот этим предметам, которые тебе нужны для поступления. С 2015 года в Украине новые правила. Каждый абитуриент может подать документы в 5 заведений на 3 специальности в каждой. То есть общее количество это 15 мест, куда ты можешь подать документы и куда ты вообще можешь поступить. Сейчас хочу поделиться своей историей, почему я выбрал университет Карпенко-Карова и почему я туда поступил. Вернемся к далекому-далекому 2009 году. Именно в 2009 году я приехал в Киев из маленького города. И у меня буквально в полукилометре есть кинотеатр, который называется Флоренция. Это был мой второй раз, когда я сходил в кинотеатр. И я получил такое удовольствие от просмотра фильма, что мне захотелось ходить туда снова, снова и снова. Мне очень понравилось и в общем я ходил в кинотеатр буквально каждый день. И люди, которые работают, то есть работники кинотеатра, уже меня знали. Они как бы видят то, что я хожу к ним каждый день на фильмы. И они решили со мной подружиться, начать разговаривать. И в общем я показал им кучу билетов, которые у меня имелось на тот момент. Это было, ну, штук сорок их наверное, это где-то за полгода. И они решили пускать меня на фильмы бесплатно. Они как бы сказали, да что ты будешь платить деньги, давай ты будешь приходить к нам, мы будем с тобой общаться, будем пускать тебя на фильмы. Я был знаком с кассирами, с охранниками, с администрацией, с контролерами. В общем я знал абсолютно всех людей, был в курсе всех новостей, происходящих в этом кинотеатре. Меня пускали в служебные помещения, я был на крыше кинотеатра. В общем я имел доступ вообще ко всем дверям этого кинотеатра. Все это продолжалось на протяжении около трех лет, когда я учился в третьем, в четвертом, в пятом классе, возможно даже в шестом. Но потом как-то у меня не хватало времени приходить и постоянно общаться с ними. И в общем мы как-то начали отдаляться друг от друга. И в общем все сошло на то, что я начал ходить в другие кинотеатры, потому что это очень старый кинотеатр. Мне как-то уже не хотелось ходить в одно и то же место, смотреть фильмы там. Я решил открывать для себя новые места, новые кинотеатры, но по-прежнему ходил на фильмы стабильно раза два в неделю. Кстати этой традиции я придерживаюсь и на данный момент. В общем сначала у меня была мечта работать у проектора, отставлять туда пленку и крутить фильмы. А потом мне хотелось работать каким-то контролером, кассиром. А потом где-то в 2012 году я решил, что мне нравится монтаж. То есть мне нравится монтировать видео, передачи. И моя цель в жизни это работать на каком-нибудь телеканале и монтировать передачи или какие-нибудь рекламные ролики для каналов. В общем жить в канале. Наступает конец 2014 года. Все мои одноклассники уже знают куда хотят поступать. Уже начали ходить на подготовительные курсы. Уже начали выбирать себе университет для поступления. Вот эти высшие заведения. А я что? Я даже не смотрел куда я хочу поступать. Думал ну как-нибудь потом. Потом в общем убирал это все занятие в черный ящик. И как бы отодвигал, отодвигал этот день поиска. Все дальше и дальше. В общем наступает уже январь. Я ничего не делаю. Февраль ничего не делаю. И вот в конце февраля классный руководитель говорит. Пора отправлять заявление на ЗНО. То есть вы должны уже определиться куда хотите поступать. И какие предметы вам нужны. А я что? Я же не знаю что мне вообще надо. В общем решил вбить в гугл видеоинженер. Где учат этому в Киеве. В общем начали выходить разные курсы. Чтобы закончить курс и работать где-нибудь. Но я то хочу получить высшее образование. То есть надо идти в университет. Высшее заведение. А к сожалению в Киеве подобных заведений нет. Есть только Карпенко-Карова. Там учат видеоинженера. Прямо так и называют специальность видеоинженер. Или видеомонтаж. Монтаж видео. Но к сожалению в 2015 году. В 2013-14 был набор на эту специальность. То есть можно было с первого курса стать видеоинженером. Пойти и изучать это. А в 2015 году они решились отменить эту кафедру. И сделать ее только со второго курса. То есть первый курс ты должен отучиться на какой-то другой специальности. В их университете. А на второй курс уже поступать на видеоинженера. Именно так было в 2015 году. Но так как я с 11 класса еще не заканчивал первый курс. Я не могу поступить на видеоинженера. То есть я не могу поступить туда куда я хочу больше всего. Что же делать? В принципе с детю у меня началась паника. Потому что в течение недели я должен определиться с заведениями. И уже отдать документы на ЗНО. Я начинаю нервничать уже. Искать все заведения которые только есть. Искать что мне еще нравится. В общем это был очень сложный период в моей жизни. Я очень нервничал. Мне никто ничего не объяснял. Сказали определись с предметами. И принеси документы. Мы их отвезем в ЗНО. Мне никто не объяснял что можно выбрать 2-3 предмета. Мне сказали что максимум 4. Но я и думал что нужно 4. Не больше не меньше. В Киеве есть всего 2 университета. Которые посвященные кинематограф. Это Кнуким и Карпенко Карова. Они в принципе очень похожи друг на друга. Но в принципе чтобы поступить в Кнуким и Карпенко Карова. Нужно сдать одни и те же экзамены. Это конечно все облегчает. Но так как я не знал что можно 2 или 3 выбрать. Я сразу подал документы на 4 экзамена. Я тогда помню выбрал украинский язык и литература обязательный. Потом история Украины. Русский язык. И география. Я подал документы. Уже вклеил фотографии. Уже отнес абсолютно все. И где-то за дня 2-3 до отправки документов в центр образования. Одноклассник мне говорит что не обязательно было выбирать 4 предмета. Можно даже хоть один. Главное выбрать те предметы которые тебе нужны будут для поступления. То есть я такой в шоке. Как так? И в общем мне пришлось переделывать свое заявление. Чтобы убрать лишние предметы которые мне не нужны. Я убрал географию. Я еще думал убрать русский язык. Но потом подумал то что русский язык это считается в Украине как иностранным языком. То есть было бы неплохо его знать. Тем более я хорошо знаю русский язык. То есть он может меня вычинуть по общему баллу моих экзаменов. В принципе я оставил. Вместе со всеми 11 классниками школы. В конце апреля мы пошли писать экзамен по украинскому языку и литературе. Это очень важный экзамен потому что от него зависит пусть от тебя к написанию других экзаменов или нет. Потому что украинский язык и литература пишут абсолютно все люди. Все, все, все. Ты написал. И через 3 недели на сайте Министерства образования и ЗНО на твоем личном кабинете появляются результаты твоего ЗНО. Если ты набрал, ну к примеру, я уже не помню какой там был пороговый балл. К примеру, 20 баллов. То есть пороговый балл будет 20. Все, кто написал меньше 20 баллов не допускаются к написанию других ЗНО. Например, если тебе надо для поступления там как мне История Украины. То есть если ты не набрал баллы до пороговой отметки, то ты не допускаешься к Историю Украины и пересдачи быть не может. То есть тебе придется просто гулять где-нибудь 1 год до того момента, когда ты сможешь заново написать ЗНО и опять попробовать свои силы, чтобы поступить. Я, к счастью, прошел этот пороговый балл. И я набрал 127 баллов из 200 по украинскому языку и литературе. Это все при том, что меня не интересует ни украинский язык, ни литература украинская. Потому что мне вообще до лампочки эти предметы. Они мне вообще не колышат. Я не пишу на украинском языке. Вот смотрите, я закончил 11 классов. И все, что я знаю с украинского языка, это... Ничего. Почти все мои одноклассники где-то за 2 месяца начали нанимать репетиторов, ходить на какие-то курсы, подготавливать себя к этому экзамену по украинскому языку и литературе. Потому что это все так важно, это так ответственно. Я в свою очередь ничего не делал, никого не нанимал, ни на какие курсы не ходил, ничего не делал. В общем, забил на это все. Потому что как-то само все рассочется. Вот, вот, вот. Я написал на 127 баллов. И, кстати, есть 2 человека из моего класса, которые не прошли этот пороговый балл. То есть они не смогли поступить туда, куда хотели. И их не допустили к сдаче следующих экзаменов. Я умница, потому что я прошел. И я мог сдавать другие мои экзамены. Это русский язык и история Украины, которые мне нужны для поступления. Я закончил школу, получил сертификат о ее окончании. И, в принципе, все. К школе я больше никакого отношения не имею. После окончания школы мне надо было еще написать экзамены по истории Украины и по русскому языку. Первое, это была история. Я пошел на экзамен. И, опять-таки, я не готовился к абсолютно никакому экзамену, потому что я не люблю вообще вот это вот все. Потому что, ну, блин, чем мне пригодится, к примеру, история Украины, украинская литература, украинский язык. Это вообще какое отношение может иметь ко мне? Потому что мне это совершенно неинтересно. И почему я должен посвящать свое время для изучения того, что меня совершенно не интересует. Я решил себя не нагружать. И вся моя подготовка к экзаменам, которая была, это за один день, то есть накануне сдачи экзамена, я начинаю готовиться, то есть что-нибудь почитаю, на какие-то вопросики поотвечаю из прошлого года. В общем, все. Я покупал учебники по подготовке к СНО, но я их даже не открывал, потому что я как-то на это забил. В этом заключалась моя подготовка. То есть я просто накануне почитал Википедию и поотвечал на вопросы прошлых лет. И вот вывод. Я прошел все пороговые баллы по всем СНО. Я на 127 баллов сдал украинский язык и литература, на 131 баллов сдал историю Украины и на 136 русский язык. Все. СНО написаны. У меня уже есть полностью готовый бланк. Вернемся к школе. Мне еще, когда я учился в 11 классе, дали обходной лист, который я должен был заполнить у врачей для поступления. Потому что обход врачей мне нужен для поступления. Мне так сказали. И я пошел к врачам. Там было где-то 7 или 8 специалистов, которые нужно было пройти и провериться. Я обошел, получил все печати, больше 15 кабинетов посетил, простоял в очередях. И все это к тому, что когда мне надо было относиться к оригиналу документов, мне сказали, нам не важно это, нам это не надо. Что? В общем, все. СНО написаны. Обходной лист пройден. Все. Что делать дальше? Последний день, когда можно было подать документы на поступление в университеты, это была середина июля, если я не ошибаюсь. И где-то за 2 недели я начинаю все-таки смотреть, куда я хочу подавать документы. Захожу на сайт Карпенко Карлова, смотрю, что есть у них. Они предлагают много разных специальностей, но мне это все не интересно. Я думаю, куда бы пойти. Смотрю, есть кафедра киноведения. Киноведение это профессия, которая изучает кинематограф. То есть киновед пишет рецензии на фильмы, пишет критику и просто обозревает фильмы. В принципе, мне это интересно, потому что у меня есть проект на ютюбе, который называется «Фатангу», в котором я рассказываю о фильмах и грядущих премьерах. Потом мне, опять-таки, с 2009 года очень интересен кинематограф. Я постоянно хожу в кинотеатр, смотрю фильмы. В общем, задруз в плане кино. Но так как подавать на одну специальность это как-то бессмысленно, потому что вдруг я не пройду и все, останусь ни с чем. Поэтому нужно перестраховаться и подать документы еще в несколько заведений. Опять, как я говорю, есть Карпенко Карлова и Кнуким. Карпенко Карлова, Кнуким. Всего два заведения в Киеве. В Кнуким меня заинтересовали сразу две кафедры. Это фотохудожник и оператор телевидения. Именно на эти специальности я подал документы. И смотрите, какая штука. Если ты подаешь документы на какую-нибудь творческую специальность, так как у меня и в Кнуким, и в Карпенко Карлова, то ты должен еще обязательно сдать творческий конкурс. То есть тебе надо прийти и просто поотвечать на вопросы приемной комиссии. Они будут тебя спрашивать о тебе, то есть о твоей жизни, чем ты интересуешься. Потом будут задавать тебе вопросы о этой специальности. Я, конечно, перенервничал, потому что это надо было готовиться. А я очень не люблю готовиться и что-либо такое делать. Первый творческий конкурс, который у меня был, это на фотографа на бюджет. Я захожу и мне начинают задавать такие вопросы, ответы на которые я совершенно не знаю. Я, кто, наверное, плохо подготовился. В общем, я не смог ответить абсолютно ни на один вопрос. Вообще ни на один вопрос. Я не смог дать ответ. Следующий творческий конкурс, который был на очереди, это на оператора телевидения, уже на контракт. Я захожу в приемную комиссию и мне просто задают вопрос, ты хочешь у нас учиться? Я говорю, да, хочу, мне интересно быть оператором. Я всегда хотел быть частью кино, то есть я хочу работать на телевидении и я не против снимать передачи и держать камеру. Мне это, в принципе, нравится. Они сказали, хорошо, мы тебя берем, ты проходишь. Ну, я такой, ура! Но третий у меня творческий конкурс был в Карпенко-Карова. И в Карпенко-Карова на киноведении я решил, опять-таки, перестраховаться заранее. Я подал документы на дневную форму обучения на киноведении и на заочную, опять-таки, на киноведении. То есть мне надо было сдать два творческих конкурса на киноведении, которые были в разные дни. Первая часть творческого конкурса заключалась в просмотре фильма и написании рецензии. Общение с приемной комиссией, ответы на их вопросы. Первый день я написал рецензию и из 200 баллов я получил 100 баллов. То есть золотую середину. Потом, следующий день, это собеседование на дневную форму. Я поотвечал на вопросы. Здесь, кстати, все было намного проще. Здесь были вопросы, на которые я уже знал ответы. И я хорошо, в принципе, ответил, как я считаю. Но мне, опять-таки, дали еще 100 баллов. То есть из 400 баллов я получил, в общем, 200 баллов. И потом я еще пошел на творческий конкурс на заочную форму обучения. Туда мне сразу сказали, что я принят. И причем на бюджет. Если в Кнукин я поступил на контракт, если на дневную форму обучения в Карпенко-Карова я поступил на контракт, то на заочную я поступил на бюджет. Но так как я подал документы на заочную форму обучения только ради того, чтобы хоть где-то закрепиться, чтобы по-любому поступить, то есть чтобы я не остался вообще без ничего и не проводил целый год дома, а потом заново сдавал все эти ЗНО. Поэтому я подал документы на заочную форму. Но вообще учиться там я не планировал, потому что я был уверен, что меня куда-нибудь, но возьмут. И так как меня взяли в Карпенко-Карова на контракт, я с радостью отказался от заочной формы и подал оригинал документов на дневную форму обучения киноведения в Карпенко-Карова на контракт. Ну что, друзья, вот такая у меня получилась интересная, запутанная история моего поступления в высшее заведение. Вам, дорогие школьники, хочу пожелать следующее. Если вы думаете, что нужно очень хорошо учиться в школе, чтобы поступить и получить высшее образование в дальнейшем, то вы ошибаетесь, потому что в школе я совершенно не старался, я не делал совершенно ничего. Я вообще, вообще в школе не делал ничего и закончил школу со средним баллом в аттестате, это 6 идей. И как видите, я поступил в университет, то есть все прошло без проблем. Поэтому если тебе не нравится школа, если тебе не нравятся эти предметы, учителя, одноклассники, забей на это все. Ну а себе и таким людям, как я, которые сегодня 1 сентября первый раз перешагнут порог университета, высшего заведения и пойдут учиться, хочу пожелать найти новых друзей, обзавестись знакомствами, потому что в университете будет много людей, единомышленников, которым нравится то, что нравится тебе. Вот, к примеру, как я иду на киноведение и знаю, что со мной будут учиться такие же люди, которым нравится кино, которым не все равно на кинематограф. И я очень этому рад, что будет много общих тем. Но всегда, вот за всю мою жизнь, я сменил 6 заведений учебы, то есть поменял 6 школ. И всегда, когда я ишел на новое место, я представлял себе, что приду, а там будут хорошие, понимающие люди, с которыми тебе будет интересно дружить, общаться, гулять. А получается все. В общем, на этом, я думаю, пора закончить видео. Подпишись на канал InsoStudio, на этот канал, чтобы не пропустить новых видео, которые выходят каждую неделю. Также подписывайся на мой второй канал InsoStudio, на котором будет выходить моя книга «Новая история Старом Журдени», тизеры которой уже есть на этом канале, а скоро выйдет официальный трейлер. Ставь палец вверх этому видео, если ты тоже закончил школу, поступил в высшее заведение. И вообще, если тебе понравилось это видео, ставь палец вверх. Короче, вообще, без всяких причин, ставь палец вверх, потому что для меня очень важен этот пальчик. В общем, все. С вами был я, студент Вова Гура. До скорых встреч. Увидимся. Пока-пока.